Дрожащими руками актер и художник Юрий Земляков развешивает последние картины на своей третьей персональной выставке, которая совпала с 60-летним юбилеем актера. Волнуется, как примет зритель. Яркие, удачно пойманные образы, отражающие характер и настроение, гармонично разместились на стенах фойе в доме актера. Здесь и хорошо знакомые популярные артисты, трогательные детские портреты, озорные животные, натюрморты. Появилось и новое направление – дикие звери. В прериях все высматриваем, вот как взгляд из-за дерева, в прериях, вот и оттуда смотрим на них, а не на нас. Нет, конечно, приходится много материала пересмотреть, в интернете смотреть картинки, вообще наблюдать. Какие-то действительно, в общем-то, такой возможности особой нет, но что-то увидишь, сам сфотографируешь, каких-то домашних животных, в городе где-то что-то. А уже вот это тоже привлекает, тоже волки очень интересные, вот как они, как у них внутри вот это вот построение, иерархия. А вот этот хомячок случайно дал выставке название «Обана! Весна!» И действительно, весенних мотивов в экспозиции немало. С мартовским настроением на выставку пришли и гости. Галина и Олег Беловы приятно удивились, среди детской серии обнаружив портрет своей дочери Лизы. Он молодец, он выбирает, так точно. Он вот мой портрет нарисовал, я так любил эту фотографию. Эту фотографию у нас Сухов, Володя, это был Новый год, и мы с ней были здесь в Новом году, и он нас поймал вот в доме актера прямо в углу. Есть фотография, где мы с ней. И вот как раз это оттуда фотография. Поздравления и восторги от друзей и коллег по цеху приятны, но сюрприз от внука Макара, который боготворит дедушкино творчество, стал настоящим откровением для Юрия Кузьмича. Летчик или балерина, или колька твой сосед, то подобная картина называется портрет. Ой, молодец! Не дай мне тебе! Молодец! Актер, отец, дедушка, муж, а теперь все больше художник Юрий Земляков совершенствует технику, обращаясь к старым мастерам. Пишет теперь многослойные картины и размышляет над новыми образами для новой выставки. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События.